Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Отри Хепберн, Бриджит Бардо, Софи Лорен. Все они бесспорно красавицы. Но если обратить внимание на макияж звезд, у всех у них прорисованы стрелки. Вот о них подробно и поговорим с визажистом Анастасией Богомяковой. Тонкие, широкие, по длине глаз и устремленные к вискам стрелки, придают глазам женщины загадочность и неповторимый шарм. Нам понадобится подводка. Подводки бывают разных видов. Бывают гелевые, кремовые, жидкие подводки, которые всем известны. Фломастеры тоже актуальные. Это больше такие для домашнего, для экспресс-стрелок. Еще очень популярный сухой вид подводок. Очень удобно наносить стрелочки такой подводкой. Не растекаются, быстро, четко, графично таки получается, аккуратно. Мода на стрелки пришла к нам из древнего Египта. Там даже мужчины подводили глаза. Причем эти стрелки имели религиозный смысл. Они имитировали разрез глаз кошек, а египтяне, как известно, поклонялись этим животным. Самые смелые ультрамодные красавицы делают стрелки белым карандашом или делают контур нижнего века в виде пунктирной линии. Хочешь подчеркнуть форму глаз или даже изменить – рисуй стрелки. Предположим, если у нас глазки более круглые по форме, то тогда стрелку необходимо начинать обязательно где-то с середины глаза. Ну, конечно, можно ее смещать к началу, но стрелка должна иметь горизонтальную такую форму. Если у нас глаз более щелевидная форма, да, не очень большой, без объема, еще такой глазик называют под капюшоном, будто бы спрятанным, да, веком верхним, то тогда стрелочку лучше начинать от начала и делать небольшое расклешение над центральной частью глаза, да, вот здесь. И стрелочка должна быть не длинная, скажем так, такая тупая стрелка, короткая. Правило. Стрелки на обоих глазах должны быть обязательно симметричными. Не стоит думать, что идеальную стрелку можно нарисовать с первого раза и непрерывные линии. Даже профессиональные визажисты делают это в несколько этапов. Сначала прорисовывается половина глаза от внутреннего угла, затем рисуется хвостик стрелки. Не стоит обходить стороной такое модное в мире макияжа явление, как радужные стрелки. Черная подводка, хотя и считается классикой, все же требует к себе осторожного применения. Черный цвет сужает глаза. Голубые, серые, золотые, серебряные – такие цветные стрелки. Хорошо носить в дневное время. Они визуально раскрывают взгляд. И последняя инструкция на сегодня. Оставайтесь всегда красивой. А стрелки в макияже вам в этом помогут. Татьяна дежурная по рубрике.